Ну что, пока здесь, на этом участке, какого-то перформанса болельческого не видно. Понятно, что населенных пунктов нет, но то, что было еще километров 10 назад, впечатлило. Действительно впечатлило. Я думаю, что уже в самом Цитарь Мойни, куда вот-вот въедут гонщики, там тоже определенные сюрпризы стоит ждать. Но действительно, определенные участки были под стать Тур-де-Франц, и местные жители постарались для того, чтобы, если не воссоздать, то максимально приблизить антураж к тому, что происходит на главной многодневке сезона, на главном гран-туре. Ну что, пока у нас все спокойно, пока никто не пытается оторваться, да и вряд ли кто-то попытается. Во всяком случае, вернут. Поводок очень плотно завязан на любом из тех, кто рассчитывает на генеральную классификацию, и так просто никого не отпустят. Так вот, несколько информационных вещей вновь для вас, уважаемые друзья. Телеканал «Евроспорт» зарегистрирован 4 сентября 2014 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ L-FS7759264. Телеканал «Евроспорт» «Интернешнл HD» зарегистрирован 4 сентября 2014 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ L-FS7759271. Ну и вот, пожалуйста, даже здесь, даже здесь присутствует не такой большой, конечно, болельщий ажиотаж, но некие атрибуты велосипедного спорта присутствуют тоже. Деревянные велосипеды, трехколесные и что-то из истории здесь есть. Турхушев, как я уже говорил, присутствует на многодневке. Пересеклись они с Кристофом после первого этапа, днем ранее, который Кристоф и выиграл, собственно. Турхушев, у которого, наверное, не все получилось в карьере, хотя были определенные сезоны, где он выглядел потрясающе. Потом возникали проблемы со здоровьем, кишечной инфекцией и прочее, прочее неприятное. Ситуация, которая возникала с ним в плане здоровья, в итоге не позволила ему продолжать карьеру на том уровне, на котором мы привыкли его видеть и на котором он брал самые высокие, самые серьезные вершины в своей карьере. Ну и вот, пожалуйста, еще раз на понтонах, на лодках. Оркестр. В шлемах велосипедных. Браво, ребята, браво. С чувством юмора в Норвегии полный порядок. И, конечно, Петер Нуртук яркое тому свидетельство. Как он издевается и иронизирует над шведами, да и вообще над всеми своими соперниками. Это что-то невероятное. Кристоф в этом плане поскромнее, конечно. Боасон Хаген тоже. Хушевт не отличался. Подобным эпатажем. Но, наверное, по своим претензиям, если брать виды спорта. И тот, и другой, и третий. Относительно Нуртуга, конечно, подобного преимущества и подобных дерзких выходок не имеют. И вполне понятных поведения. Ну и вот Катюша пошла уже зажигать здесь, в головке Пелотона. Хорошие смены проводят ребята. Но, что касается того же Кристофа, он последним колесом здесь сидит. Синяя майка. Лидера текущий многодневки. Быстрем Халлер, Лагутин и Закарин. Четверка ребят, которые сейчас будут его развозить. Пять километров. Чуть больше остается до финиша. Компания Эдварда Буассона-Хагена тоже здесь же впереди, оказывается. Кофедис появился. В общем, готовятся. Готовятся выдать хороший спорт. Подбадривают друг друга гонцы Катюши. Пять километров вот от этой отметки. И еще раз повторюсь, для Кристофа сегодня очень серьезный этап, потому что впереди третий, где будет горный отрезок, на котором он сам признался, ему будет крайне непросто. И есть определенные участки, на которых ему придется потерпеть, а может быть и поймать некое количество секунд. Поэтому сейчас тоже нужно проявлять себя. Ну и вот пошли дергать уже в головке Пелотона. Джайант Алпесин, Кофедис, Кебекка, понятно. Ну и Катюша. Джайант Алпесин в большом составе здесь появился впереди. Катюшу немного раздробили, раскидали. Но пока российская команда контролирует ситуацию в голове этой группы. Ну вот уже кто-то из Кофедиса. Оказывается, впереди. Да, и вот, кстати, в этот самый городок Сетер Моэн уже въезжают гонщики для того, чтобы там финишировать. Тоже небольшой, небольшой населенный пункт. Ну вот, пожалуйста, та самая танковая дивизия. Ух ты, молодцы, молодцы. Все абсолютно так реагируют на эту многодневку. Даже местная армия вот так приветствует участников арктической норвежской гонки. Браво! Браво, ребята! Я так понимаю, что вся тысяча солдат. Боевой состав, который, личный состав здесь есть, он вдоль дороги сейчас расположился в Сетер Моэне. И это, конечно, классно. Это выглядит потрясающе. Хотя, казалось бы, не настолько, вроде бы, значимый повод, чтобы вот так, что называется, оголять военные тылы. Но это понятно, что для каждого по-своему и для каждого города, особенно для такого малочисленного, как тот же Сетер Моэн и тем более Эвен Скьер, где всего 575 человек или около 600 населения. Это большое событие и большой праздник. Ну и вот, пожалуйста, Боссон Хаген последним едва ли колесом в этой большой группе МТН Кыбека. Катюша чуть провалилась вглубь пилотона. Хорошую смену провели. Здорово. Здорово. И на танке здесь прокатились. Еще бы и телевизионную камеру туда, если бы поставили. Вообще бы цены им не было. Да, сопровождения такого еще не было. Даже на Tour de France до такого не додумались. Ну и понятно, что не было такой самоцели. Если бы захотели, там не только бы танк, там бы и вся артиллерия, все боевые единицы, я не знаю, там и авианосцы бы прорыли бы канал в параллель. Какому-нибудь из этапов или какому-нибудь из кусков этапа и авианосец запустили бы, если бы захотели. Это все понятно, но тем не менее, факт остается фактом. А танки сопроводить эту гонку, это вам не лошади и не стада определенных животных, которые пытаются вот такими большими группами сопровождать пилотон того или иного этапа. Ну что ж, и вот сейчас как раз-таки начинается главная битва между тремя, наверное, командами. Тим Тенкебек, Катюша и Джайант Алпесин. Хотя Мерида здесь тоже участвует. Пока Джайант, пока Джайант выглядит предпочтительнее. Терри Упон, здесь Картер Джонс. В общем, тоже есть ребята очень сильные, готовые взорваться. Но пока Катюша готовится. Кристоф вторым колесом сидит за кем-то из своих партнеров. Судя по всему, Закарин это был. Ну и пошли разбираться. И как здорово здесь, как будто из тени вынырнули еще один представитель российской команды Тинькофф Сакса. Ой, затерли. Как Кристофа, но как здорово он включился. Здесь не хватит ему, судя по всему, дистанции. Или все-таки сумеет? Нет. Поздно. Поздно раскатился. И здорово. Здорово здесь уже отработал Джайант Алпесин. Шансов у Кристофа было немного. Хотя включался и по динамике движением был гораздо легче, нежели на Тур-де-Франц. Ну и что, Боро Арагон празднует победу. Да, та команда, на которую ты, в общем-то, никто и не ставил. Но Кристоф тоже очень неплохую ногу показал здесь на финише. Но ребята из Бора отработали здорово. Здорово. Включились так, как надо. Вовремя, своевременно. Ну и Сэм Беннетт уже доказал, что, в общем-то, готов неплохо. Готов неплохо здесь. Здесь Кристоф увлечился-то. И вот так вот буквально за последние там несколько метров сумел вырваться. С колеса снялся. Здорово атаковал. Хотя так вот судя по последним метрам и не скажешь, что сильно и здорово раскатил его собственный паровоз. Кристоф по-прежнему в генерале лидирует. Беннетт на вторую позицию перебрался. Ван Стэйен из Кофедиса третий. 7-11 секунд отставания. Кристоф. Лидерский бип сохранил за собой. Да, не все получилось сегодня. Хотя в такой неразберихе, в такой каше не мудрено ошибиться. Да, Кристоф заезжает третьим. Ну а у МТН Кебека и, в частности, Боасона Хагена. Очередной недобор секунды очков, естественно, сейчас. Ну и понятно, что Беннетт благодарит свою команду. Говорит, абсолютно невероятная работа всей команды. Ребята отработали очень здорово. Да, действительно, работа была проделана невероятная. Ну и на последнем куске мы выглядели очень здорово. Мне оставалось только вовремя включиться. Да, это было очень здорово. Да, я думаю, что это было очень здорово. Я просто рада. Какое важное, когда вы победили здесь? Да, это очень важно. И я думаю, как спринтер, если вы хотите быть хорошим спринтером, вы должны быть успешным результатом, когда вы не чувствуете, как вы не чувствуете, и все время через это. И я прошел очень плохой ноги в этой рейсе сегодня. И, как я поддерживаю, я не могу успешно получить результат. И я думаю, что это очень важно. Как вы чувствуете, когда ты в Норвеге?